МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трое погибших из груда металла на федеральной трассе. Что очевидцы рассказывают об аварии под Армавиром? Основных версий три. Это плохая погода, ошибка в действиях экипажа и техническая неисправность самолета. А что думают о причинах катастрофы сами пилоты? Эксклюзивное интервью с летчиком, который несколько лет назад спас более 200 пассажиров. Как сработал оперативный штаб в Краснодарском аэропорту, проверил Вениамин Кондратьев. Кому глава региона объявил особую благодарность? Сочи замерз, Лобинский ЗАГС остался без крыши, а в Армавире наступил конец света. Когда на Кубань вернется весна, расскажем. Было ноу-хау, нет бланка. Извиняюсь, госзнак их плодил, так сказать, десятками миллионов. Нужен ОСАГО включать компьютер. Центробанк придумал новый способ борьбы с ажиотажем на страховом рынке. Машину, которая повезет, выбираю сам. Мало того, стоимость поездки тоже можно самому выбрать. В Краснодаре и Сочи цены на такси теперь диктуют пассажира. Это «Факты». Здравствуйте. Мы в прямом эфире готовы рассказать о главных событиях дня. Начнем со страшной аварии. На федеральной трассе под Армавиром фура столкнулась с грузовой газелью. Удар был настолько сильным, что длинномер, как рассказали очевидцы, буквально переехал российский автомобиль и вылетел с трассы, а вторая машина просто превратилась в груду металла. Два человека, которые в ней находились, а также водитель фуры, погибли. По предварительной информации полицейских, виновник аварии – водитель газели. Он на перекрестке не уступил право проезда Ману. Изменить правила воздушных перевозок, если в этом есть необходимость. Такое поручение дал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев в связи с авиакатастрофой в Ростове-на-Дону. Боинг, летевший из Дубая, в субботу потерпел крушение при попытке приземлиться. Погибли 62 человека. С сегодняшнего утра областной аэропорт работает в штатном режиме. Хронологию событий восстановила Майя Губа. После страшной катастрофы опознать тела погибших можно только с помощью анализа ДНК. Процедура займет около двух недель. Родственники жертв крушения сейчас сдают кровь для проведения генетической экспертизы. В этой авиакатастрофе погибли граждане девяти государств. Для всех прибывающих будут в упрощенном режиме выданы визы и обеспечено их проживание в Ростове-на-Дону. Спасатели нашли 183 фрагмента тел. Больше 800 человек обследовали 15 гектаров в зоне крушения Боинга метр за метром. Поисковые работы велись круглые сутки. В них участвовал вертолет Ми-8 и беспилотник. Мы полностью организовали освещение зоны чрезвычайной ситуации, обеспечили необходимой техникой, экипировкой. Большая часть пассажиров злополучного рейса – жители Ростовской области. На борту находились четверо детей и 12 иностранцев. В авиакатастрофе погибла и жительница Краснодарского края, анапчанка Олеся Караванцева. Родственники и друзья девушки все еще не могут поверить в случившееся. Веселая, разнерадостная, никогда грустная не была. Саму жизнь любила. Большинство пассажиров возвращались с семейного отдыха в Дубае. Накануне катастрофы в пятницу вечером в Ростове-на-Дону было объявлено штормовое предупреждение. Ураганный ветер срывал даже металлическую облицовку домов. После первой неудачной попытки сесть, пилоты Боинга два часа окружили над городом, в надежде, что погода улучшится, дул боковой, самый опасный для воздушных судов ветер с порывами до 22 метров в секунду. Шел дождь. Во второй раз самолет снова не смог приземлиться. И вот тут, как считают эксперты, при попытке экипажа уйти на третий круг, лайнер на высоте около 900 метров и скорости больше 400 километров в час дал левый крен и почти вертикально вырезался в землю. Сразу после крушения ростовский аэропорт закрыли. Самолеты перенаправляли в Минводы и Краснодар. Здесь к этому оказались готовы. За период с 19 по 21 марта 2016 года международный аэропорт Краснодар обслужил 50 дополнительных рейсов и 2932 человека на прилет и вылет. Службы аэропорта в эти дни были усилены дополнительными сотрудниками. Прибывших пассажиров из аэропорта краевой столицы в Ростов-на-Дону направляли автобусами. Для пассажиров, запланировавших вылет из Ростова, также был организован трансфер в Краснодар, где проходила регистрация на рейс по купленным ранее билетам. Все это время на аэродроме Ростова не прекращалась ликвидация последствий катастрофы. Как только поисковики и следователи закончили работу, начался ремонт взлетно-посадочной полосы. Сегодня утром полеты уже возобновились. Трагедия настолько потрясла людей, что до сих пор к зданию аэропорта несут цветы, игрушки и свечи. Мы потрясены этой трагедией. Нам очень тяжело. Всему Ростову, всей области все очень переживают. Тяжело. Расследованием причин катастрофы занимаются следователи и эксперты Международного авиационного комитета. Основных версий три. Это плохая погода, ошибка в действиях экипажа и техническая неисправность самолета. Прояснить ситуацию поможет расшифровка бортовых самописцев. Оба черных ящика найдены в зоне крушения. С одним из них параметрическим эксперты уже начали работу. А вот второй черный ящик, речевой, требует дополнительной подготовки. Дело в том, что во время крушения был поврежден кабель данных. Первую информацию, зафиксированную бортовыми самописцами, специалисты рассчитывают озвучить уже через месяц. Мои губа. Мария Николаева, Игорь Хошобин и Олег Черепок. Кубань-24, Краснодар, Ростов-на-Дону. О возможных причинах авиакатастрофы в Ростове-на-Дону сегодня говорят много. Окончательные выводы будут сделаны, когда завершится расследование. Но мы решили узнать мнение заслуженного пилота России Петра Марченко. Четыре года назад ему удалось посадить в аэропорту Шанхая Боинг, у которого вышло из строя большинство автоматических систем. Командиру пришлось больше трех часов вручную вести лайнер. В итоге самолет приземлился благополучно, а Петр Марченко спас жизни более 200 человек. И специально для нашего телеканала заслуженный летчик оценил действия экипажа рокового рейса. Они после первого захода, неудавшегося, должны были уйти на запасной. Анапа, Краснодар или Минводы. Экипаж должен был идти в гостиницу отдыхать там 8-12 часов. Пассажиры бы сидели в аэропорту, там компания несла бы убытки. Это вот и повлияло, скорее всего, на то, что экипаж принял безрассудное решение на второй заход на посадку. Не исключаю и технической причины. Да, самолет надежный, да, самый распространенный. Дело в том, что двигатели выходят на взлетный режим 5 или 8 секунд, вы представляете? И когда они приняли это решение, им, допустим, 1-2 секунд не хватило. Поэтому они крылом зацепили за землю, потеряли скорость, возможно, упали. Нужно менять международные правила. Если раньше, в советские времена, значит, диспетчер говорит, так, экипаж, погоды нет, уходите на запасной. Все, это был приказ. А в данной ситуации диспетчер дает только информацию, а принимает решение командир корабля. И хочу сказать, что Ростов-на-Дону, я там бывал, сложный аэропорт. Очень часто там за счет рельефа местности ветер меняет направление. И это, конечно, могло повлиять. Они не были к этому готовы морально. Ну, что такое Дубай? Это 360 дней в году безоблачная погода. Они летали в шоколадных условиях. А тут они попали в Россию, где непредсказуемые условия. За выходные аэропорт Краснодара принял из Ростова-на-Дону более 2000 внеплановых пассажиров на вылет и прилет. Сегодня подвели итоги работы Краевого оперативного штаба, который развернули на базе аэровокзала в Кубанской столице. Вениамину Кондратьеву доложили, что все выходные службы работали в усиленном режиме. За два дня не наблюдалось никаких сбоев в организации перевозки людей к месту прибытия или отлета. Никаких сбоев в транспортном обслуживании и в обслуживании питанием и бытовом обслуживании пассажиров не возникало. Люди не успевали, грубо говоря, просто даже постоять на улице. Они из здания аэропорта сразу садились в автобусы и отправлялись в город Ростов-на-Дону. Точно так же происходило и по прибытии пассажиров. У меня только слава благодарности к руководству аэропорта и представителям компании, которые еще до начала работы нашего штаба уже провели определенную работу, усилили все службы личным составом. Вениамин Кондратьев отметил слаженную работу специалистов и объявил благодарность всем участникам оперативного штаба. Я на самом деле хочу всем сказать слова благодарности за эти двое суток активной и напряженной работы. Пассажиры, по моим данным, отмечают бесперебойную и достаточно хорошую систему обеспечения питанием. Все службы жизнеобеспечения аэропорта работали в усиленном режиме. На самом деле, каких-либо скоплений людей, каких-либо недовольств не наблюдалось. Хочу каждому объявить благодарность. И необходимые документы я управления протоколом прошу подготовить. Также губернатор распорядился в кратчайшее время подготовить документы для выплаты компенсации семье жительницы Анапы, погибшей в авиакатастрофе, и оказать всю необходимую помощь. Ну а теперь информация для тех, кто собирается садиться за руль. Передвигаться по краснодарским магистралям в конце рабочего дня всегда сложно. Что сейчас происходит в городе, узнаем из нашего дорожного обзора. Внимание на карту. Движение в Кубанской столице плотное. Яндекс оценивает загруженность улиц в 4 балла. Проезд затруднен в районе Чистяковской рощи и на ТЭЦ. По Тургеневскому мосту тоже не проехать быстро, особенно тем, кто направляется в центр. Пробки на Кожевиной и Кубанской набережной тоже были. Но если сейчас, давайте проверим. Камера показывает нам начало улицы Кожевиной. От Тургеневского моста в сторону юбилейного микрорайона машины проезжают без задержек и с хорошей скоростью. Никаких препятствий на пути. В сторону моста по Кубанской набережной тоже можно хорошо разогнаться. Пробка собирается ближе к мосту, а вот в районе улицы Ленина все в полном порядке. Теперь проверим обстановку надзержинского. В районе Гастелла в пробку могут угодить те, кто едет в сторону Красной площади. Затор тянется от Тургенева до Грибоедова на спидометрах не больше 10 км в час. А вот на Северной все очень даже неплохо. В районе Садовой скопление транспорта большое, особенно в сторону центра. Но все же каких-то серьезных препятствий на пути водители не встретят. Теперь о вечерних дорожных сюрпризах в Сочи. Вот улица Гагарина. Тут все спокойно. Места на проезжей части много и движение идет без остановок. На Горького тоже все в полном порядке. И даже в районе привокзальной площади не видно никаких заторов. Автобусы и легковушки проезжают без задержек. И завершаем картинкой 100 псинских камер. Перекресток на Комсомольской загружен незначительно. Тут не видно никаких дорожных проблем. Скоростные показатели в норме. Гораздо свободнее стало на Сочинской. Виадук сегодня пробок не избежал. Но вот уже более получаса, как здесь все нормализовалось. И проезду ничего не мешает. В Краснодаре все еще держатся пробки. Самая крупная из них на 40 лет победы. От колхозной до генерала Трошева проезд займет не меньше получаса. Но все рекорды сегодня вечером побила Кубанская набережная. Загруженность улицы достигла 10 баллов. Сейчас там, правда, уже посвободнее, как я и говорила. Ну а дольше всего постоять пришлось утром на Ростовском шоссе. Пробка в сторону центра продержалась 3 часа. Вот такие сегодня дорожные новости. И еще одна информация, которая будет интересна водителям. С 1 января следующего года все страховые компании могут обязать выдавать электронные полисы ОСАГО. Об этом сообщили в Центробанке. Пока в России получить в интернете полис можно только у пятой части страховщиков. Но зачастую на сайтах происходят сбои. И в результате у автовладельцев не остается выбора. Они приезжают в офис и простаивают несколько дней в очередях. Одно время было ноу-хау, нет бланков. Извиняюсь, в госзнаках плодил десятками миллионов. И мы знали точно, что бланки есть. Но компании говорили население, что нет бланков. Банк России же тоже не без мусуль. Мы провели проверку. Если хотите, даже так вот просто банально считали бланки в компаниях. С тем, чтобы потом им показывать на документах, что если по этому поводу они будут соответственно отказывать, то у них будут проблемы. Регулятор считает, что страховщики должны сами обеспечить доступность электронных полисов. А вот навязывать доп. услуги компании они не имеют права. Поэтому если вам не продают ОСАГО без доп. опций, жалуйтесь в Центробанк. Идем дальше. В Сочи спасли сноубордиста. Инструкторы-горнолыжники вместе со спасателями откопали экстремалы из-под лавины. Около 20 минут спортсмен пролежал под двухметровым слоем снега. Шансов выжить почти не было. Мужчину спасло то, что очевидцы вовремя заметили, как его занесло снегом и сразу отправились на поиски. Сноубордист катался за пределами разрешенной трассы. Сегодня в горах Сочи сохраняется лавиноопасность на высоте свыше тысячи метров. И, кстати, сегодня в Сочи был самый холодный весенний день в истории метеонаблюдений. Днем столбики термометров опустились до нуля. Такая погода может нанести серьезный вред будущему урожаю, говорят специалисты. На Красной Поляне зафиксировали и вовсе экстремальные температуры. Минус 10, а выше 2000 метров были и все минус 20. Метеорологи говорят, причиной всему мощный антициклон с Атлантики. Уже меняя свою конфигурацию, этот циклон вытягивает ложбины в виде щупалец, которые уже определяют конкретные погодные условия в отдаленных от центра циклона областях. И вот одно из таких щупалец как раз прогнулось и получился у нас заток как раз из Гренландии, практически через всю Европу, вот к нам сюда, на Черноморское побережье. А сегодня ночью спасатели прогнозируют сильный подъем воды на Азовском побережье. И уже завтра потеплеет, а в четверг температура днем поднимется до плюс 20. Не исключены дожди, а вот ветер бушевать не прекратит. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду. В минувшие выходные такой ветер стал причиной нескольких ЧП. В Лобинске сорвало кровлю со здания местного ЗАГСа. Огромная конструкция чудом не придавила проходивших мимо маму с ребенком. Похожее, но более масштабное ЧП произошло в Красноярском крае. В городе Дудинка штормовой ветер снес кровлю с пятиэтажки. По счастливой случайности никто не пострадал. А жителям Армавира пришлось в выходные сидеть без электричества. Энергообъекты повредил шквалистый ветер. Все неполадки уже ликвидировали. По данным МЧС, пострадавших от стихии на Кубани нет. Подробнее о погоде на завтра в конце выпуска расскажет моя коллега Мария Грай. А пока к другим темам. Надежду Савченко суд признал виновной в гибели российских журналистов. Приговор начали зачитывать сегодня в Донецком городском суде Ростовской области. О том, какое наказание назначили украинская летчица, расскажет Алла Гража. Алла, здравствуй. Добрый вечер, Ксения. Какой срок Савченко проведет за решеткой, станет известно завтра. Оглашение приговора продлится два дня. Известно, что сторона обвинения потребовала лишения свободы на 23 года. Надежда Савченко признана виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина на юго-востоке Украины. А также в покушении на убийство мирных жителей Донбасса. Какие еще новости принес этот день, сейчас расскажу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проведенного кесарево сечения у жительницы Миаса врачи не обнаружили детей. Женщина отходила 9-месячную беременность и ждала появления на свет двойни. Однако вместо родов медики провели операцию по удалению пациентки кисты. Расследованием таинственной пропажи младенцев занялись правоохранители. Была ли дама беременна и куда могли деться дети, сейчас выясняют следователи. Итоги внеочередных парламентских выборов подводят в Казахстане. С огромным отрывом лидирует правящая партия президента. У Нур-Атан более 82% голосов. Также в Нижнюю палату прошли коммунисты и демократическая партия Акжол. У них по 7%. Депутаты в Казахстане решили избираться досрочно. Этот шаг в стране объясняют целями экономии, а также необходимостью срочных реформ. А глава Соединенных Штатов стал героем противоречивых комментариев в сети. Барак Обама прибыл с визитом на Кубу. С собой в поездку, которую уже многие назвали исторической, Обама взял жену Мишель, двух дочерей и даже тещу. Нога президента США не ступала туда почти 90 лет. Тем не менее, первое лицо Острова Свободы не удостоило аудиенции нынешнего американского лидера. На чем не применул посмеяться в том числе и претендент на президентское кресло Дональд Трамп. И напоследок забавная история о том, как жители многоэтажки всполошили котята. Подозрительную хозяйственную сумку сегодня рано утром обнаружили в одном из домов города Биробиджана. Вскрывать баул никто из жильцов не решился, а сразу вызвали полицейских. И, кстати, совершенно правильно поступили. Трогать и уж тем более открывать подозрительные свертки силовики не рекомендуют. Да, все верно. Ксюша, как раз следуя инструкции, полицейские эвакуировали людей из всего дома, перекрыли газ и даже движение транспорта в округе. И каково же было удивление саперов, когда они открыли злосчастный пакет. Там, прижавшись друг к другу, мирно дремали двое котят. Подкидыши отвезли в приют для животных, успокоенные жильцы вернулись в свои квартиры. А вот кто оставил сверток и тем самым поднял на уши весь дом, пока неизвестно. Ау, спасибо. Мы продолжаем. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны 9 апреля. Досрочные экзамены по разным предметам в этом году на Кубани сдают чуть больше 140 человек. А вот основной этап преодолевать будут свыше 23 тысяч учеников. Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, выпускники края выбрали для сдачи еще 12 различных предметов. Самые популярные – общество знания, история, физика и биология. В этом году на проведение ЕГЭ из бюджета края выделено 100 миллионов рублей. И это на 20 миллионов больше, чем в прошлом. Продолжаем. Вениамин Кондратьев раскритиковал работу сочинского водоканала. Сейчас он находится в аренде у частной компании, но проблемы с инфраструктурой никак не решаются. За 10 лет неучтенные потери воды увеличились в два раза, а в аварийном состоянии находится почти 80% водопроводных сетей. При этом обновлять их арендатор не торопится. Ни рубля собственных либо привлеченных средств туда не вложили. При обороте, оборот годовой, порядка 2 миллиардов. За прошлый год только 2566 аварий. Если у вас еще есть кто им предъявить, то давайте мы им предъявим. Пусть они губу закатают или вы им ее закатаете. По-другому быть уже здесь не может. Вы соберите все цифры, которые явно упустил в Сочи, пока в аренде находится имущество водоканала у этого арендатора. И в судебном порядке взыщите с них все, что Сочи недополучил. Все, что они должны были вложить в эту систему и ничего не вложили. Это будет и им неповадно, и другим нашим арендаторам. Тоже урок на то, что сегодня не нужно, еще раз подчеркиваю, зарабатывать на людях, играть с людьми. Если вы взяли, выполняйте свои обязательства. Вениамин Кондратьев потребовал детально разобраться в ситуации в кратчайшие сроки, невзирая на то, кто является арендатором Сочинского водоканала. Смируйте комиссию. Я считаю, что нет вообще никакого смысла, чтобы водоканал Сочинский находился сегодня в аренде у данного юридического лица. Абсолютно, кстати, коллеги, неинтересно даже, что это за юрлицо. Абсолютно неинтересно. Я приветствую любого юрлицо, потому что это бизнес. Но за счет населения Сочи решать свои проблемы и ничего не вкладывая в Сочинский гор водоканал, так не пойдет. За счет населения поправлять свои финансовые положения не стоит. И никто этого делать не будет. Сочи водоканал – это только один из примеров. Похожая проблема сложилась и в Краснодаре, рассказал мэр города Владимир Явланов. Поэтому губернатор поручил разобраться и в этом вопросе тоже. Движемся дальше. В Краснодаре и Сочи появился весьма необычный сервис заказа такси. Он позволяет клиентам диктовать цены. То есть телефонное приложение показывает рекомендованную стоимость поездки по указанному маршруту. Но потенциальный пассажир может указать свою цену и ждать отклика таксистов. Какие еще новшества в мире пассажирских перевозок узнал Денис Сидоров. Историки считают, что первые повозки такси существовали еще в Древнем Риме. Так ли это, доподлинно неизвестно. Но можно предположить, что извоз за деньги появился тогда же, когда и первый транспорт. Официально такси с таксометром появились на улицах Лондона в 1907 году. И с тех пор принципиально не изменились, но сильно эволюционировали. Каких только извозчиков сейчас не встретишь. Водные, воздушные и наземные. На Кубани, кстати, представлены все три вида. Морское такси есть в Сочи. Небольшие катера курсируют между курортными городами. Средняя скорость передвижения 70 км в час. Маршрут от Лазаревского до Туапсе судно преодолевает примерно за 30 минут. Вместимость водного такси 27 человек и об особом комфорте речи не идет. Так что это скорее маршрутка. Вот уж где скорость и комфорт, так это на воздушном такси. Им можно воспользоваться на Керченской переправе. Перелет в Крым или обратно на Кубань займет всего 7 минут. И стоит 2,5 тысячи рублей за человека. Но вернемся с небес на землю и рассмотрим более привычный транспорт. На улицах любого населенного пункта можно встретить два вида перевозчиков. Легальных и не очень. Первых можно узнать по цвету машин. Они желтые или белые. С фирменными шашечками и разрешительными документами. Вторые в народе бомбилы. Какого угодно цвета и технического состояния. Без опознавательных знаков и каких-либо гарантий безопасности. Думаю, не стоит объяснять, каким такси лучше пользоваться. Но если вы не привыкли экономить на транспорте, то можно специально заказать автомобиль бизнес-класса. Поделюсь личным опытом. Уже около года я в службы такси не звоню, а пользуюсь приложением на телефоне. И примерную стоимость поездки сразу вижу. И машину, которая повезет, выбираю сам. Очень удобно. Спасибо, Денис. Это был мой коллега Денис Сидоров. Кстати, он основательно решил разобраться в теме перевозок. И узнал у заместителя министра транспорта края Алексея Смоглюка. Как устроиться на работу в такси? И кто контролирует эти службы? Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, кто сейчас может работать в службе такси? Какие критерии отбора и существуют ли какие-то особые требования? Могут работать, создавать, скажем, службы такси индивидуальные предприниматели. Либо лица, которые устраиваются на работу в службы такси, соответственно, получают соответствующее разрешение на свое транспортное средство. Не хочу там хвастаться, что мы лучше в этом отношении в России. Но, во всяком случае, процедура получения разрешения на шление деятельности такси, который выдает министерство, занимает в среднем до 7-10 дней. Сейчас многие службы работают по такой системе, как аутсорсинг. То есть передают заказы друг другу, в случае нехватки машин, либо в каких-то других ситуациях. А если клиент останется недоволен обслуживанием, либо, не дай бог, попадет в ДТП, куда обращаться, куда жаловаться, где искать концы? Если транспортное средство, которое осуществляло тот или иной заказ, имело разрешение, то это юрисдикция полностью Министерства транспорта и дорожного хозяйства. В большей степени в части контроля, качества. Если мы говорим о транспортном средстве, который не имеет этого разрешения, то это исключительно функции полиции, правоохранительных органов. На ваш взгляд, выгодно ли сейчас работать в такси? Я думаю, что выгодно. Такси – это тоже вид общественного транспорта, но это другая категория. Те, кто с нами по пути, получат и нашу поддержку, и в какой-то степени нашу помощь. Я уверен, что и в Краснодарском крае у нас получится придать соответствующий статус водителям, как у нас получилось это в некоторых муниципальных образованиях. И в преддверии праздника хочу поздравить, пожелать успехов в деятельности, но в первую очередь здоровья и семейного благополучия. Большое спасибо, Алексей Владимирович. Не замашка на рекорд, а плановая задача. В этом году сахарные заводы края должны переработать не меньше 9 миллионов тонн свеклы. Такое поручение производителям дал вице-губернатор Кубани Андрей Коробко. Тем более, что площадь сахарной свеклы в этом году увеличится на 23 тысячи гектаров. Посевная начнется в конце марта. Сегодня нацелены не только фермеры получать хороший урожай сахарной свеклы, но и переработчики. Это позволит им сегодня получить хорошую прибыль за счет того, что издержки, которые не поднят до загруженности предприятия, будут снижены. Сегодня важную роль загрузить заводы, сахарные заводы Кубани на полную мощность. Это даст дополнительные средства по налоговочиям бюджета каждого поселения, где они находятся, бюджета края. Предприятия Кубани могут переработать 10 миллионов тонн корнеплодов за сезон. Для того, чтобы загрузить их сырье, закупают в Ростовской области и Ставрополье. Сейчас сахарные заводы Кубани готовятся к жаркой осени. На модернизацию и ремонт 15 предприятий края направят 2 миллиарда рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Как выгодно купить квартиру и какие новые дома будут построены на Кубани? Об этом узнали гости ярмарки жилья. В минувшие выходные она прошла в Краснодаре. Свои проекты представили десятки компаний, которые работают в рамках закона. Их стенды посетили тысячи гостей и жители города. Очень много таких интересных предложений. Выставка, конечно, хороший комплекс, очень понравился, такой просторный. Радует то, что дают ститки застройщики. Очень много. Вот этим интересно. Наша компания это очень важно, потому что мы строим по 214-му федеральному закону. Мы законные застройщики. И в одном месте мы можем предложить и показать наши все строящиеся объекты. Такие, как, например, Новая Энка, Карандаш и Хуторок. В центре внимания на выставке был стенд группы компании Кубани. Она является одним из самых популярных застройщиков краевой столицы. Все клиенты, которые приобретают жилье в одном из строящихся объектов компании, становятся участниками акции «Купи квартиру и получи вторую в подарок». Узнать подробности и цены можно на официальном сайте. Его адрес сейчас на экране. Со звездами на «ты». День астрологии отметили во всем мире. Эта дата знаковая для всех, кто верит в то, что небесные тела способны влиять на жизнь людей. Несмотря на то, что официально астрология наукой не считается, ее популярность не падает уже многие тысячелетия. Сейчас со мной в студии моя коллега Екатерина Пороханяк. Катя, привет. А ты веришь в такие предсказания? Здравствуй, Ксения. Но прежде чем ответить, хочу всех поздравить с Новым Годом. Это с каким? С наступающим 2017? Ну нет, конечно. По зероастрийскому календарю сегодня действительно наступил Новый Год Барсука. И считается, что он будет удачным для тех, кто борется за справедливость, хочет построить крепкую семью или накопить состояние. О, этот год мне подходит. Я думаю, большинство людей с тобой согласятся. Ну а что касается астрологии, то в истории осталось довольно много примеров точных предсказаний. Например, в 16 веке сестра английской королевы Марии Тюдор Елизавета была заключена в тюрьму. И чтобы узнать о своей судьбе, она спросила у астролога Джона Ди, написала ему тайную записку, что же ее ждет. Он ей ответил, что совсем скоро она выйдет на свободу и даже займет место на престоле. И несмотря на то, что это выглядело и звучало очень неубедительно, все так и произошло. В 1558 году Елизавета I стала королевой. Ну а что нам обещают современные астрологи, расскажу прямо сейчас. Людмила Кириченко – психолог, гештальт-терапевт и козирог. Составляя планы на неделю, обязательно советуются со звездами. Признается, раньше к гороскопам относилась скептически. Но после того, как получила индивидуально составленную натальную карту, поняла – доверять небесным светилам можно и нужно. Особенно астрология помогает Людмиле в работе. К примеру, недавно она хотела пригласить новую группу на День открытых дверей. Но звезды подсказали – делать этого не стоит. Я поставила заплановую группу. И в итоге то, что произошло в этот день, было до абсурда. Вплоть до того, что меня закрыли дома, ключей нет. Я просто представляю, если бы я туда назначила, допустим, просто, незнакомые люди бы пришли, как бы это… Ну, в общем, это было достаточно так. Для меня это было поучительно. Первые гороскопы появились на Востоке более пяти тысяч лет назад. Астрологические предсказания были популярны также в Древнем Египте, Индии и Персии. Но большинство названий зодиакальным созвездиям дали античные греки. За каждым из названий знаков зодиака стоит определенный древнегреческий миф. Например, Овен связан с историей про золотое руно. Злая мачеха Ино решила погубить своих приемных детей Фрикса и Геллу. Именно золотой барашек Овен спас их и отнес к Алхиду. Созвездие Тельца часто отождествляют с главным олимпийцем Зевсом. Считается, что такой облик он принял для того, чтобы похитить дочь финикийского царя Европу. Ну, а благодаря мифу о немейском льве, которого победил знаменитый Геракл, появился и одноименный знак зодиака. Не только волшебный миф, но и глубокая философская система. Именно так говорит об астрологии Надежда Мызина. Около года назад она, товаровед по образованию, закрыла собственный бизнес и всерьез занялась составлением гороскопов. И ни разу об этом не пожалела. Кстати, такое решение ей подсказали тоже звезды. Астрология показывает человеку то, что в нем заложено, и как это максимально можно в себе развить и применить для нашей повседневной жизни. Современным астрологам построить сложные натальные карты помогает компьютер. При их составлении учитывают место и время появления человека на свет, вплоть до минуты и даже то, насколько тяжело проходили роды. Интерпретировать же результаты приходится самостоятельно. И здесь не помешает знание основ психологии. Но иногда можно предсказать сложный период и для большой группы людей. Такой, к примеру, будет 1 сентября. У нас первоклассники в этом году идут в день солнечного затмения. Такой вот очень ответственный год для них. Надо их очень хорошо подготовить, настроить. Потому что еще Меркурий, отвечающий за процесс обучения, находится в ретроградной фазе. Могут, конечно, наблюдаться в процессе всего школьного образования какие-то изменения, наверное, школьных программ, либо смена, может быть, преподавательского состава. Еще до конца 18 века астрология считалась наукой. Ее даже преподавали в университетах. Но современные астрономы астрологов коллегами не считают. И даже обижаются, когда их путают. Хотя сегодняшняя дата для них тоже праздник – День весеннего равноденствия. Это гораздо более интересная дата тем, что в этот день фактически у некоторых народов, в том числе, кстати, и на Руси, считалось наступлением, собственно говоря, Нового года. Так как солнышко у нас переходило, находилось под горизонтом, скажем, небесного экватора, если правильно сказать, а потом оно переходило в верхнюю точку. О том, что от небесных светил зависит жизнь человека, астрономы не спорят. И Солнце, и планеты действительно влияют на людей. К примеру, спутник Земли – Луна – заведует приливами и отливами. А так как человек тоже состоит из воды, воздействует и на его организм. Но вот в то, что Венера способна сделать вас привлекательным, а Марс сбросит на голову кирпич, ученые не верят. Екатерина Параханяк, Евгения Сакмаркина, Евгений Кузьминов, Кубань-24, Краснодар. Кате, все-таки стоит доверять предсказаниям астрологов или нет? Ну, знаешь, я думаю, это личное дело каждого. Но вот чему точно не стоит доверять, так это гороскопам в газетах и по радио. Потому что, как говорят астрологи, они сбываются только в пяти случаях из ста. Спасибо, Катя. Глубокие овраги, крутые склоны и необычные автомобили. Любители приключений на бездорожье со всего юга России встретились в станице Пластуновской. Там прошел джип-триал Динская 4х4 без правил. Мастерство вождения по пересеченной местности демонстрировали более трех десятков экипажей, среди которых были и женские. Соревновались в нескольких категориях стандарт, туризм и спорт. Для каждой была предусмотрена трасса определенной сложности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...